В день памяти канадцы как один прикалывают к лацкану жакета «Красный маг». По всей стране их продано несколько миллионов. Символическая плата пойдет на нужды Ассоциаций ветеранов Канады. Это очень важная часть Дня памяти, которая говорит «Да, мы помним, мы уважаем, мы гордимся». Церемония Дня памяти сплачивает канадцев. И дело даже не в знаковой петлице, которую надевают большинство, а в понимании важности мира на земле. Их долг — сохранить его. День памяти в Канаде не считается праздником. Это время поминовения. На правительственных зданиях приспущены государственные флаги. Миллионы канадцев замерли в минуте молчания. Миллионы красных магов, возложенных монументом славы по всей стране. Именно красный маг, знак пролитой крови и памяти, стал символом Канады в эти дни, заменив собой кленовый лист. Международный фестиваль поклонников поп-культуры прошел в Виннипеге. Ежегодно Комик-кон собирает более 46 тысяч фанатов комиксов, компьютерных игр, аниме и фэнтези. В этом году на фестивале в Конвеншн-центре посетители первыми в Канаде увидели главные премьеры и игровые новинки года, участвовали в конкурсах, фотографировались с девушками-моделями, а также лучшими косплеерами Канады в потрясающих костюмах. Всех посетителей ожидали яркие представления, выступления звезд, встречи фанатов с любимыми актерами, мастер-классы. Комик-кон много лет назад – это маленькое локальное шоу, которое становилось все более популярным год от года. В 2007 году, когда мы поняли, что Комик-кон становится большим фестивалем, привлекая тысячи людей, мы изменили формат. Комик-кон – популярнейший фестиваль в Канаде. Поучаствовать в массовом действии имеет шанс каждый. Костюм супергероя и отличное настроение – вот все, что нужно, чтобы принять участие в крупнейшем поп-фестивале. Я здесь, потому что здесь всегда царит особая атмосфера творчества. Люди свободно самовыражаются, в том числе и через костюм. Здорово прийти, почувствовать креативный дух, познакомиться с другими фанатами поп-культуры. Я сегодня в образе ядовитого плюща. Я давний фанат Комик-кон, но сегодня посетила его впервые. Комик-кон берет свое начало в далеком 1994 году. Тогда фестиваль представлял собой обычную выставку, где можно было приобрести любые атрибуты поп-культуры. Сегодня, спустя много лет, Комик-кон знает не только в Канаде, но и за океаном. А косплееры говорят, в том числе и на русском языке. Смотрите РТВ. Смотрите РТВ. РТВ. Первый в Манитубе. Русский язык объединяет людей по всему миру, в том числе и в Канаде. На нем говорят представители разных диаспор – казахской, украинской, русской. Среди канадских украинцев немало русскоговорящих. Многие из них, родившись в Канаде, смогли сохранить и украинский, и русский языки. Я думаю, что русский и украинский, они имеют красивую музыку и танцы. Ассоциация Объединенных Украинских Канадцев – старейшая организация Виннипега. Одним из ее приоритетов является сохранение подлинной украинской культуры и языка. Члены ассоциации говорят и на русском языке, а ее двери всегда дружественно распахнуты для представителей других диаспор. Ассоциация была организована прогрессивными украинцами в Канаде. Мы ориентированы на оказание помощи диаспоре в Канаде, укреплению культурных связей, предоставлении возможности обучения. В течение ста лет мы были и являемся ассоциацией, которая работает не только с выходцами из Украины, но и является связующим звеном и с другими диаспорами. Украинцев в Канаде более миллиона. Манитоба, Соскочеван и Альберта стали своего рода центрами украинской культуры. Канадские украинцы всегда отличались своей приверженностью к идее мультикультурализма, что было и остается главной особенностью Канады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова